Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о трех предметах. Первое, доверие в медицине. Второе, спастический синдром и методы его коррекции. Третье, тазовые функции, дефекация мочеиспускания, нарушение тазовых функций и методы коррекции. Итак, поехали! Доверие в медицине. Дорогие друзья, я получаю лестное предложение вести вас заочно, и при этом вы даже обязуетесь отказаться от своего лечащего врача или инструктора, хотя я даже об этом вас никогда и не просил. И, видимо, произошла какая-то роковая нелепая ошибка. Если вы внимательно пересмотрите мои видео, если вы внимательно вернетесь к моим лекциям и изучите их, я везде вам рассказываю о том, что человек, который видит вас, который старается ради вас, который специально учился для того, чтобы заниматься с вами, и тот, который находится рядом с вами, конечно же, он даст вам больше пользы, чем любые заочные консультации, в том числе и мои. Это первый момент, который, пожалуйста, хорошенько себе отметьте. Второе. Вы спрашиваете у меня, у человека, который не видел ни вас, ни ваших медицинских документов, не занимался с вами, вы спрашиваете, восстановятся ли пальцы, сможет ли ваш близкий человек вырезать по дереву, восстановятся ли тазовые функции, и что я должен чувствовать в этот момент? В этот момент я чувствую страх за вас. Нельзя быть настолько легковерными, нельзя настолько увлекаться авторитетами, и нельзя настолько свешивать свои проблемы на совершенно незнакомого вам человека, который, к тому же, никогда в глаза вас не видел. Поэтому, что медицина, что автосервис, что какие-то личностные взаимоотношения, дорогие друзья, не бывает реабилитации по переписке, не бывает взвешенного ответа для человека, которого ты в глаза ни разу не видел. И вы напрасно апеллируете к моему огромному опыту, или к моим знаниям, или еще там к чему-то, что я не обладаю самым главным, чего вы от меня порой ждете. Я не обладаю свойствами святого Йоргена или апостола Петра. Я не могу заочно разрешить ваши проблемы и даже понять, разрешимы ли они в принципе. Я знаю только одно. Если человек хоть к чему-то стремится, он обязательно достигает улучшения. Если вы рисуете каждый день, вы будете рисовать все лучше и лучше. Вы не достигнете мастерства Микеланджело, скорее всего, но то, что вы будете это делать лучше, чем делали вчера, то, что вы будете делать это лучше, чем кто-либо из окружающих вас людей, это так. Если вы начали учить английский язык и занимаетесь этим 100 дней подряд, или 105 дней, как это произошло со мной, да, вы будете все лучше и лучше понимать иностранную речь на слух, все лучше и лучше будете читать или говорить на иностранном языке. Это не значит, что вы начнете писать романы на английском языке, как это делал Набоков. Но то, что человек занимается и достигает улучшения, это, конечно же, так. И если вы будете вдумчиво и четко заниматься реабилитацией, вы, конечно же, будете достигать успеха. И это точно так. Но что именно вы добьетесь, я не знаю и знать не могу. И плавно переходим к спастическому синдрому.